Открывайте чистый листочек такой ровненький красивенький вот если вы записываете в телефон тогда делайте новую заметочку вот смотрите сейчас мы вместе с вами напишем нарисуем круги близости есть такое упражнение называется круги близости то есть что это значит что за круги какая близость про что идет речь вы знаете что в жизни у человека у каждого есть люди близкие есть далекие знаете да вот люди и так далее поэтому сейчас напишите маленькую шпаргалочку маленькую шпаргалочку значит напишите такие слова люди бог я имущество работа занятия увлечения домашние животные там питомцы можно написать там отара овец 300 штук швейная машина одна значит значит какие-то зависимости вот вот это шпаргалочка шпаргалочка так а теперь нарисуйте в центре значит нарисуйте пожалуйста вот на вашей листочке максимальный большой круг максимальный максимальный такой большой большой кружочек самый который может только влезть и поместиться он может быть круг овал не важно можете квадрат нарисовать я не возражаю я не буду оценивать ваши художественные способности и никто их не будет оценивать предупреждаю и даже сами вы не оцениваете нарисовали вот теперь внутри этого круга нарисуйте еще один кружочек чуть чуть меньше там чтобы туда можно где-то так сантиметр отступите там парочку такой же большой просто вот большой потом поменьше в него потом еще поменьше нарисуйте и так где-то штучек пять кругов написать написали нарисуйте пять кружочков если у вас телефон в котором пальцем молевать не получается тогда напишите круг номер один круг номер два круг номер три круг номер четыре круг номер пять давайте пять кругов будет хорошо пять кругов нарисовали чудесно внутри там должен получиться пятый круг вот такой же кружок Да? Вот напишите, круг номер один, это внутренний круг, вот самый, который в центре. Номер один, напишите номер один. Потом, который следующий, номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Получилось? Прекрасно. Это будут у нас круги близости. Что за близость? О чем мы говорим? О какой близости? То есть, есть что-то в нашей жизни, что нам очень близко, что нам очень ценно. Понятно, да? Пожалуйста, напишите в ваш внутренний кружочек, номер один, потому что номер один, это номер один. И если у вас просто заметочки, напишите, что для вас самое близкое, самое ценное, самое важное. Вот без чего вы жить не можете и расстаться точно. То есть, этим вы живете, движетесь и существуете. Условно говоря. Ну и прямо говоря. Напишите, что там, что там или кто там. Можете пользоваться шпагалкой из головы тоже, исходя. Писать правильное дело. А? Писать так, как в вашей реальности в сердце. Как в вашем сердце. Я же говорю, никто не будет оценивать, кроме вас. Это упражнение. То есть, вы пишите, как в вашей реальной ситуации. Понятно, да? Вот о чем вы больше всего думаете? О ком вы больше всего думаете? О чем вы больше всего заботитесь? Есть же, вот вы знаете, как ваша жизнь проходит? Даже последние три дня я думаю больше всего о Молдавии. Честно вам скажу. Потому что если бы я писал круги своей близости за ближайшие три дня, то там была Молдава в первом круге. Вместе с женой моей, которая сейчас не Молдавией, с дочкой, которая одна там, другая тут. Так? Написали? Пишите, пишите. Я даю вам секунд двадцать еще. Написали? То есть, это самое близкое, самое-самое. Вот самое-самое-самое. Во втором круге, во втором круге, это у нас обычно, ну, там, это, скажем так, тоже очень важное, то, что нам нужное, там, вот, близкое. Но уже подальше. То есть, то, скажем, что без чего вы можете обойтись, но без чего вам будет плохо, это точно. Или без кого. Записали? Записывайте. Записывайте. В первую очередь, я рекомендую вам людей туда записывать, которые вот и во внутреннем круге, и в первом круге, и во втором. Прям по именам можете писать. Вы же знаете, кто там у вас. Кого вы любите, и так далее. Вот, или по, как там, тёща, свекруха. Как будет свекруха по-румынски? Свакра. Свакра. Сакра? Сакра. 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 Хорошо, свакра. Очень хорошо. А тёща? Да. Сакра. Тоже так. Сакра. Да вы шо? Страшный суп. Ясно. То же самое. Сакра. Хорошо. Ясно. Прекрасно. Так. Ну, в английском языке то же самое. Мать в законе, если дословно перевести. Mother in law. А по-итальянски как? Разница есть? Сочи. Сочи. Ага. Понял, понял. Угу. Ясно. Что-то с русским языком не то. У нас какой-то другой подход. Так. Хорошо. Да. Тёща у нас выделяется в отдельных родственников. Ну, вы поняли мои намёки на круги близости. Я не знаю, где там тёща у вас. В третьем круге. Напишите, третий круг. А в третьем круге обычно у нас находятся, ну, скажем так, как это правильнее сказать, чтобы не обидеть. Ну, это другие близкие люди, вот так будем говорить. Или не обязательно люди, а? Да. Те, которые вам близки, да. Ну, там может быть и имущество, и всё, что там, и споргалки. Я не знаю, что у вас там. Так? Но меня интересуют, в первую очередь, люди. Так. Хорошо. 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 Записали? Да? Хорошо. Четвёртый круг – это уже, скажем так, менее близкие люди. Это люди, которых вы знаете, ну, или там имущество, или что там у вас по шпаргалке. Вот. Ну, а пятый круг – это незнакомые. Вот можете написать «незнакомые». Это очень просто. Это круги близости у нас. Итак, смотрите, начнём с первого круга. Можете там пару имен написать или менее. Итак, первый круг. Внимание. В первом круге должен быть здоровый первый круг. В первом круге, внимание, внутренний который, самый внутренний кружочек. Там обычно должен быть Бог, вы. Там должно быть написано «я». Если вы не написали туда «я», то сразу это уже вопросик. Потому что если вы сами с собой не близки, так тоже бывает. И я уверен, в этом зале есть такие люди. «Забыл себя написать любимого в себя». Вот. Это может быть вполне такое. Но в первом круге, если находитесь только вы и больше никого, то вы нарцисс, эгоист, ну и так дальше. Вот. Если находится только Бог, может быть, там другие какие-то люди, но вас там нету, то это вы слишком, может быть, религиозный человек. Но про себя вы немножко, особенно про своё тело и душу подзабыли. Вот. И физически, эмоционально ваше здоровье будет хромать. Я не буду спрашивать, кто из вас забыл написать себя туда. Ну. Вот. Значит, если кто-то, кроме Бога и вас, находится в этом первом круге, то это очень опасно. Потому что в первом кругу может быть только вы и Бог. Почему это опасно? Потому что если кто-либо из первого круга уйдёт из вашей жизни, то это причинит вашему физическому, интеллектуальному, эмоциональному здоровью колоссальный вред. Кроме того, если в первом круге, кроме вас и Бога, есть кто-то, то именно эти люди или домашние животные, не знаю, кто там, отара, овец, будут оттягивать ваше внимание. И вы не будете достаточно внимания уделять другим близким людям, которые тоже очень нам нужны во втором круге. Понятно, да? Поэтому, ну, делайте выводы, если что, подписывайте, подправляйте. Кого там надо выгнать подальше? Ну. Подальше это, я имею в виду, переместить во второй круг. Ну да, себя туда надо добавить обязательно. Света, ты здесь, хорошо. Ты всё нормально. Да, я вижу, что ты где-то между вторым кругом и первым. Всё хорошо. Так. Второй круг, теперь переходим во второй круг. Разобрались с первым кругом. В первом круге должен быть только я и Бог. Понятно? Потому что это и есть то, к чему нас призывает Господь. Понимаете, да? Вот. Вообще, это упражнение «Круги близости» разработала интересная женщина, христианка, которая прожила страшно тяжёлую жизнь, безумно тяжёлую жизнь, кучу насилия. При этом она выгребла где-то к 40 годам, нашла в себе силы закончить психологическое образование, через христианскую призму его преломить и создала программу «Исцеление душевных травм». Вот. Зовут её Мэрилин Мюррей. Это очень интересная женщина. Вот. Может быть, её мало знают, но каждый мужчина, каждый мужчина моего возраста, точно, знает, кто такой Майк Тайсон. Знаете, кто такой Майк Тайсон? Это боксёр. Боксёр такой был очень. Боксёр интересный, которого посадили в тюрьму потом. Он заработал все свои пояса, по-моему, да? Вот. А потом его посадили в тюрьму. Знаете, за что посадили? За насилие. По-моему, женщина подала на него, что он изнасиловал её. Вот. И когда он вышел из тюрьмы, он обратился к психологу, и он обратился к Мэрилин Мюррей. Она помогла прожить ему то, что он проживал в детстве, то есть проработать свои травмы. Вот. И она его личный психотерапевт. Он называет её своей второй мамой. Я имел радость однажды с ней пообщаться у себя в кабинете. Очень хорошая женщина. Вот. Так вот, значит, она разработала этот круг. Поэтому принцип простой. Господь говорит, Он говорит об этом в трёх Евангелиях, а в Евангелии от Иоанна Он говорит об этом очень много. Вы знаете, что есть одна история про богатого юношу. Помните? К Иисусу подошёл человек. В одном Евангелии, в Евангелии от Матфея подбегает молодой юноша, написано, и говорит, учитель добрый, что мне делать такого, чтобы получить жизнь вечную? Написано, чтобы наследовать жизнь вечную. Интересно вообще, да? У него там нормально было и так денег, потому что он был богатый. Но ему ещё этого в наследство не хватало. Ну, как бы из вопроса ответ следует. Надо стать Божьим детём, чтобы получить наследство. Наследство можно получить, если ты только родственник. Или у тебя очень хорошие отношения. Правда? Ну, Иисус ему говорит, да, в принципе, ничего сложного. Соблюдай заповеди. Он говорит, да я этим занимаюсь. Отлично. Ну, тогда пойди продай то, что у тебя есть, то, что тебя держит. То, что находится в твоём первом круге близости. И иди за мной. И он, эта история есть Евангелие от Матфея, она есть Евангелие от Марка, и она есть Евангелие от Луки. Когда что-то повторяется в трёх Евангелиях, об этом серьёзно нужно думать. Понимаете, да? Все три евангелиста об этом говорят. То есть, и этот молодой человек отошёл от Иисуса Христа с тяжёлым сердцем, потому что он не смог это выпустить из своего первого круга. Это было слишком травматично. Понимаете? Любой бизнесмен знает, что если у него заберут все деньги, но у него есть знания заработать как их, он заработает их снова. Да, несколько лет пройдёт, он снова их заработает. Да, это будет травматично, это будет тяжело. Но у него есть опыт, у него есть знания. Тебя никто не может отобрать знания. Но если у тебя есть Бог, который даёт тебе всё, и этот же Бог просит тебя, сыночек, отдай, я же тебе потом отдам больше. Ты увидишь, как это вернётся. Ты даже не понимаешь. А он не думал перспективой. Вот вы, сестричка, спросили меня о перспективе, да? То есть, перспектива тоже должна быть вечной. Вот когда мы говорили в предыдущем упражнении. То есть, перспектива у нас должна быть, это нехороший памятник, с хорошим гробом, похороны спланированные, программа расписанная. Это должно быть дальше смерти смотреть. Дальше смерти. То есть, когда наша перспектива простирается в вечную жизнь. То есть, моя перспектива, это встреча с Богом, встреча с близкими, там что-то делать. Я, например, планировал посадить виноградник, яблони, ну и всякие разные вкусные персики. Вот это мой план. Ну и дальше там, что Бог усмотрит. Понимаете, да? То есть, это очень важный компонент. Очень важный компонент. Бог и я, мы должны быть. Там больше никого не должно быть. Потому что это вот оно, самая сердцевина. А уже во втором круге, вот там находятся самые близкие люди. Это родители. Так? Или люди, которые воспитывают ребенка. Если это ребенок заполняет, если вы ребенок. Это братья и сестры наши. Так? Это может быть, ну, если вы уже повзрослели, тогда это муж, жена, самые близкие, любимые люди. Самые-самые близкие. Вот. И сюда еще относятся маленькие дети, пока они живут с вами. Подчеркиваю, маленькие дети. Маленькие дети, это какие? Нет, это не до 18. Нет, это не до 18. Нет, я встречал, когда у меня периодически приходят люди, она говорит, я пришла с сыночком. Ей 70, ему 50. Вот. Я пришла с моим заей, ему 48. Вот это не маленькие дети. Маленькие дети, это маленькие дети, которые без вас умрут. Если ребенок способен уже зарабатывать деньги, то есть жить самостоятельно, он уже не маленький. Если он 40, и он не способен, нет, он способен зарабатывать. Ну, то есть, это дети приблизительно до 13-14 лет. Понятно? Это маленькие дети. До младшего подросткового возраста. Вот. Я не буду вам определять возраст. Нет. Ну, это вот. Но это точно не старшие подростки. Так вот. Может быть такое, что туда записаны ваши домашние животные. Я не знаю, кто там. Ну, может быть, у вас родственников нет. Это тоже может быть такого. Или детей нет. Это тоже может быть. Но обычно это близкие-близкие люди. Понятно, да? Обратите внимание, что в этом круге, в этом круге не должно быть взрослых детей. Взрослых детей в этом круге быть не должно. Ну, если маленькие дети, да, конечно. Понятно, да? Потому что это самый близкий круг. Потому что если люди покидают этот круг, этот круг, то вы будете очень серьезную душевную боль испытывать. Очень серьезную. То есть это самые-самые-самые. А вот в круге третьем, в круге третьем, как раз это место для наших старших деток, для близких, там, родных. То есть это дети, которые уже повзрослее, там, близкие родственники, лучшие друзья. Поняли? Вот эта градация очень важно делать, разделять. Вот. Это могут быть люди, с которыми мы дружим, там, вместе ходим на рыбалку, там, или еще что-то делаем. Вот. А четвертый, пятый круг это уже люди подальше. Это люди с, да, дальние родственники, приятели, коллеги и так далее, и так далее. Понятно, да? И теперь, смотрите, есть такое слово ответственность. Слово ответственность говорит нам мнение. Это еще рано. Это еще рано. Выключите этот слайд. Вот, значит, слово ответственность это слово, которое говорит о чем? О том, что чем ближе круг, чем внутрее он, тем больше наша ответственность во взаимоотношениях и времени, проведенном с тем, кто в этом круге. Понятно, да? То есть, это время с Богом. То есть, наша ответственность тем больше, чем теснее наш круг. Если четвертый, пятый круг, в четвертом, пятом круге мы никакой ответственности не несем. В третьем круге очень-очень условно. А вот второй и первый это наша прямая ответственность. Понятно, да? То есть, это я с Богом, я маленькие дети, я жена, я муж и так далее. Понятно, да? Вот, старшие дети, они уже строят свои отношения с Богом, у них уже свой первый круг, у них уже свой второй, понятно, и мы все друг с другом взаимодействуем таким образом. Ясно? Понятно? Вот. Я чуть-чуть долго разжевывал для того, чтобы вам по другим кругам быстрее было пройти. Вот. Теперь, смотрите, нарисуйте еще один круг, другой круг на новой страничке. на новой страничке нарисуйте большой-большой круг. Нарисовали? Нарисуйте в нем круг поменьше и маленький кружочек. Три круга всего лишь. Большой-большой, кружок поменьше и маленький кружочек. Нарисовали? Хорошо. Три всего лишь. Это называется круг заботы и круг влияния. Значит, вот внутренний маленький кружочек. Нарисовали, да? Хорошо. Вот внешний круг большой, и все, что вот внутри, между внешним и средним кругом, это вот такое поле, которое называется поле наших переживаний, заботы. Это масса всякой информации, которая у нас в жизни есть. И вот сейчас можно включить этот слайд. Да. Это слайд на английском языке, но это будет полезно вам подучить английский язык. Значит, смотрите. Вот этот большой, большой круг, видите? И внутри него там еще есть такой с пунктиром. Вот это в большом круге написано там экономика, политика, школа, работа, погода, будущее, сотрудники, новости. Это то, что у нас заботой вызывает. Понимаете, да? То есть это все, это круг забот. Оно на нас как бы пытается давить. Ну, как бы иногда это оттягивает нашу тревогу. Мы начинаем за это все тревожиться. Например, там обостряется военная ситуация, новости начинают там телевизор, это же вы знаете, что такое новость. Вот. А внутренний круг, внутренний круг вот этот, который здесь. Причем обратите внимание, что круг забот вот внутри, который между пунктиром и внутренним кругом, там находится наша супруга, супруг, взрослые детки, другие близкие люди и родители. То есть это тоже наша забота. Вот. А вот внутри, внутри круга у нас находятся совершенно другие вещи, о которых я говорил вчера, комментируя книгу кого? Барьеры. Генри Клауда. Помните? Мы называли с вами такие вещи, как слова, чувства, перспективу, мысли наши, желания, выборы. Помните, мы говорили об этом? Выбор. Вот это находится внутри нашего круга. То есть это круг нашего влияния. То есть мы ответственны за мысли, слова и все остальное. и мы своими мыслями, словами мы влияем на наших родных, близких, на всех, кто у нас в наших кругах влияние. Понятно? То есть и это сфера нашей ответственности. Если мы начнем думать все время за внешний круг, за то, что снаружи происходит, за то, что мы не отвечаем и мы не несем за это силы, и это не в наших приоритетах, но мы ставим это приоритетом, мы будем людьми, которые борются с ветряными мельницами, будем людьми, которые пытаются объять необъятное. Но ты не можешь влиять ни на погоду, ни на политику, если только ты не человек, который нажал кнопку, ядерный взрыв тоже может поменять погоду, или ты президент, он может влиять на политику, не знаю, кто там еще может влиять на политику, но мы точно не можем влиять на политику, правильно? Вот, поэтому наша задача не заботиться об этом, этим занимается как говорит нам Священное Писание, кто? Маловеры, там, язычники, неважно. Наша задача заниматься внутренним кругом. А в центре есть маленький кружочек, здесь он в виде сердечка, видите? Там написано слово Бог, Год, видите, да? то есть он и есть тем, кто есть главным, кто влияет на все остальное. То есть он через нас влияет на все остальное. В этом смысл жизни человека. Вот всего кто-то из вас на консультациях, я проконсультировал 12 человек, по-моему, вот кто-то из вас у меня задал вопрос, вот какова роль человека? Или вот я, например, или какова роль Бога? Вы поняли, какова роль Бога? Бог через меня действует на этот мир. Если я думаю, что это я такой умный, у меня такие мысли хорошие, такие слова, действия, я очень наивный человек. Я без Бога никто, потому что Бог в центре меня. А если я начинаю думать, что я сам, то минимум в двух местах священного писания написано, сказал, безумие в сердце своем. Бога нет. Но это безумие. Это безумие. Я недавно в инстаграме такую классную увидел картинку. Робот говорит, меня никто не создал, я сам из металлолома появился, из пылесоса, да. Я отправил своему другу, дяде Виле, вот, робот говорит, я появился из пылесоса. Робот из пылесоса. А Виле мне пишет, мой друг говорит, ну да, чего насосал, то в голове у него и есть. Так и есть. Пыль в голове, мусор, понимаете? Ну, вот, вот, вот это логика безумного человека. Правильное понимание отношений человека, вселенной Бога именно вот в этом находится. Это, кстати, круг взят из книги Барьеры. Вот, то есть вы должны понимать это. Вам можно это в группу отправить, если вы в какой-то группе. Нет, нет, у нас группа, хорошо. Ну, тогда фотографируйте. Логика вам должна быть в этом смысле понятна. Поняли, да? То есть наша задача в приоритетах выбирать отношения с Богом, которые будут влиять на мои чувства, желания, мысли. Понятно? Поведение. И через мои чувства, желания, мысли, поведения, через мой выбор, или множество разных выборов, которые я делаю каждый день, любовь, туда же входят маленькие дети, он будет влиять на все окружающее. Это мы делимся с этим миром. Через это добро, в принципе, во Вселенной должно распространяться. Плодиться, размножаться и наполнять землю. А не не плодиться, не размножаться и не наполнять землю, разрушать землю. Теперь я хотел бы с вами обсудить одну цитату. И еще вернуться к истории про богатого юношу. Вы знаете, в книге 8 том «Свидетельство для церкви» Илья Навайт пишет такие слова. «Нет предела полезности для того, кто, оставляя свое Я…» Не убирайте цитату, не убирайте круг. «Кто, оставляя свое Я, дает возможность Святому Духу работать над Его сердцем и живет жизнью всецело посвященной Богу». Это очень глубокая цитата. «Нет предела полезности для того, кто, оставляя свое Я…» Мы хотим быть полезными, да? В определенной мере. Но цитата говорит нам следующее, что если ты хочешь быть полезным, то может быть такая ситуация, что у тебя не будет предела полезности. Ты будешь и расти в пользе, и ты будешь всегда востребован. И не будет предела. Для того, кто оставляет свое Я, то есть он ставит в центр своей жизни Бога, а не свое Я. То есть он говорит «Господи, у меня есть планы, ну пожалуйста, ты веди. Все, последнее слово за тобой. Я не способен управлять эмоциями, пожалуйста, ты управляй мной. Управляй моим сердцем, моим мозгом». Дает возможность Святому Духу работать над его сердцем и живет жизнью всецело посвященной Богу. Все. Очень просто, простой рецепт. Поэтому, если вы хотите быть эффективным человеком, у которого правильные приоритеты, пожалуйста, именно пользуйтесь этим моментом. Оставляешь свое Я, это первый приоритет. Это утреннее время. Есть такое правило, оно мне нравится. «Сколько тебе лет, столько минимум минут ты должен проводить с Богом каждый день? Сколько тебе лет, столько минимум минут ты должен проводить с Богом каждый день? В непосредственном таком погружении общения? Понятно, что мы там с Богом еще разговариваем по дороге, общаемся, но это другое. Вот вы все знаете, сколько вам лет, правда? Если нет, я могу вам подсказать. Обратитесь. Вот, но это очень важный момент. Нет пределов полезности. А теперь я задам вам один вопрос. Важный, важный, важный вопрос. Смотрите. во всех трех Евангелиях, если вы читали Евангелие, во всех трех Евангелиях история с этим богатым юношей, который ушел, он не смог отказаться от богатства, хотя он не понимал, ему надо было перспективу смотреть, он же получил бы больше. История продолжается очень интересными словами. Очень интересными словами. Ученики Иисуса Христа, которые тоже кое-что на что рассчитывали, они говорят, а Иисус говорит во всех трех местах, во всех трех Евангелиях Он говорит одно и то же. Трудно богатому попасть в Царство Божие. Потому что верблюду проще в игольное ухо залезть. И они в шоке, потому что в их ментальности это немножко по-другому выглядело. Потому что благословение это признак того, что человек с Богом. Финансовое благословение. Но оказалось, что это не совсем так. И дальше Иисус Христос очень четко говорит такие слова. Он говорит следующее. Истинно говорю вам. Нет никого. Они задают ему вопрос, а кто тогда может спастись? Это богатый человек, у которого все хорошо с Богом. Ему так тяжело пролезть в Царство Небесное. Вот. Кто может? А он говорит, человеком это невозможно, Богу возможно. И дальше он говорит очень важные слова. Потому что Бога нету в центре. Поэтому человеку это невозможно. Дальше он говорит слова. Нет никого, кто оставил бы дом это имущество, родителей, братьев, сестер, жену или детей для Царствия Божия. Слышите? То есть во всех трех Евангелиях он показывает, он перечисляет круги нашей близости. Поняли? Имущество это последнее, о чем надо нашей близости думать. Вы же понимаете, имущество, все это такое, оно все далеко. Следующее это родители, братья, сестры, жена, дети. И дальше он всегда говорит, и не получил бы гораздо более во сто крат уже все ее время. Правда, в одном один из евангелистов пишет, ну еще и гонения тоже будут. И об этом пишет евангелист Марк. Это мы еще будем проходить, это в уроке в субботней школе. Так вот, друзья мои, суть заключается в чем? Что если мы в своих кругах близости, в своих кругах ответственности приоритетом не поставим вот этот, мне 46 лет, это мой минимум для общения с Богом каждый день. Понимаете, 46 минут. Все. И чем старше, это не обязательно, что чем старше ты, тем ты ближе к Богу. В определенном смысле ты ближе к могиле, но это не значит, что ты ближе к Богу. Вот. Это говорит о том, что вот это есть ключевой подход наших предельных. Все остальное, да, должно быть на своем месте. И дети, и жена, и сестры, и братья, и родители, и дом, все это работает, все это должно быть в наших кругах. Вот. Потому что если человек скажет, у меня только Бог и больше ничего, вот так живут монахи, там, или вот, но это неправильный подход. Здесь Христос не отрицает этот подход. Он говорит, просто если вы ставите меня в центр, вы получаете в приоритетности вас сто крат больше. Все. Больше того, чем вы ожидали. Вот. И цель я вам... Теперь вернемся к еще одной очень важной схеме. Вы помните, там у вас были цели полагания, и у вас было три группы целей задания в самом начале. Помните? Вот. И там вы подчеркнули вот эти цели. Да, да, да. Вот пересматривайте их периодически, сравнивайте их со своим смыслом раз в полгодика, иногда чаще, и подумайте над этим. Подумайте над этим. Соответствуют ли они вашей перспективе эти цели, чтобы у вас все было конгруентно, коррелировало и двигалось гармонично в одном направлении. Вот. Но мы с вами не обсудили еще одну вещь, на которой я хотел закончить сегодняшний семинар. Это слово ресурсы. Ресурсы. Дело в том, что чтобы вот это все делать, чтобы вот эта вся красивая картиночка сложилась, нам нужны ресурсы. Мы без ресурсов никуда. Куда нам поставить ресурсы? Значит, что такое ресурс? Ресурс это то, что делает вас живым. Понятно? То есть то, что вас оживляет. То есть то, что дает вам силу двигаться? Понимаете? Понимаете, да? Это ресурс. Вопрос. А теперь вопрос. Запишите себе, пожалуйста. Я даю вам 30 секунд. 30-40 секунд. А что дает вам силу двигаться? Что делает вас живым? Что дает вам силу вставать и приступать на кухню, к станку, на работу? Пишите. Накидайте, пожалуйста, 3-4 мысли быстренько. 3-4 слова. Что дает вам силу жить? Что вас написали? Пишите? Осталось 15 секунд. Написали? Хорошо. Смотрите, ресурсом может быть. Вы можете написать. Некоторые люди говорят, меня вдохновляет понимание перспективы. То, что там задача мне нравится. Сложность. Кто-то из вас написал, наверное, сон, контрастный душ. Кто-то написал улыбка моего ребенка, не знаю, что-то еще. Но то же самое, что я вам говорил про смысл жизни, про счастье и про перспективу нужно, я скажу вам и про ресурс. Ресурсы должны быть неисчерпаемыми. Слышите? То есть это такая штука, которая всегда вам доступна. Улыбка ребенка всегда доступна? Ну, он вырастет и уже будет вам улыбаться без зуба, например, через время. сон всегда доступен? Да вы что? Если вы будете им ценить, он доступен. Доступен ли вам всегда контрастный душ, вода? Да вы что? То есть воды нет у вас в кране? Холодная течет? В аэропорту нету, да, я понимаю. Ну, в принципе, в течение недели, несколько раз в неделю у вас есть контрастный прогулка. То есть в ресурсы нужно записать то, что вам всегда доступно. Понятно? Ну, бывают исключения, но это исключение. То есть то, что вы можете внедрить в вашу ежедневную жизнь и есть вашим ресурсом. Молитва всегда доступна? Значит, это ресурс. Понимаете, да? То есть общение с Богом, общение с природой. Вот это и есть. Это самые простые вещи. Например, музыка. Это ресурс? Послушать ее, воспроизвести ее, попеть. Понятно? Это масса маленьких простых вещей, но их нужно записать себе. Пожалуйста, запишите, это вам домашнее задание. Запишите, вывезьте их там себе в туалете, на кухне, в разных местах, которые вы посещаете часто. И чтобы это лежало как шпаргалочка, что вот вам ресурс. И это нужно делать, чтобы себя что? Живить, чтобы себя подкреплять. И там должно быть как минимум семь ресурсов. Если вы напишите Бог и молитва, это только два. Понятно? Этого мало. есть еще психологические ресурсы, физические ресурсы, социальные ресурсы. Понятно? Чем больше разнообразных ресурсов, тем эффективнее вы себя будете чувствовать. Завтрак это ресурс? Однозначно это ресурс. Соответственно вы его пишете себе. Понятно, да? А ужин плотный? Ну или не плотный? Ну вы поняли мою мысль. То есть вы уже себе знаете, как что вас вот это есть что вас живит и что правильно. Поняли? Подумайте об этом. Включите это в свой график. И тогда вас с ног сбить очень будет сложно. У вас есть смысл, у вас есть перспектива, у вас есть понимание того, что главное, что второстепенное. Кто главный, кто второстепенный, кто третий рядный. У вас есть понимание то, за что вы отвечаете, за что вы не отвечаете. у вас есть понимание счастья, вы полностью вооружены, чтобы не стоять ко мне в очереди в кабинет. Понятно? Просто делайте, и это будет работать. Вы будете достаточно сильными и эффективными. И у вас не будет пределов полезности, чтобы служить Богу. Вы прекрасные люди, вы благословенные люди. Я второй раз провожу семинар в Молдове за 10 лет. И у меня такое же приятное послевкусие и вдохновение. Будьте благословенны, давайте помолимся. Отче наш, Сущий на небесах, Творец неба и земли, благодарны Тебе бесконечно, Господи, за то, что Ты всегда есть. И у Тебя для нас есть масса маленьких шпаргалок для того, чтобы нам жить и жить полноценно. Чтобы эта наша радость была совершенной. Господи, есть и Слово Твое, есть и природа, есть ветер, есть солнышко, есть вода, есть музыка, Господи, есть близкие люди, есть община. Есть, конечно, ложные ресурсы, Господи, которые забирают у нас, которые на самом деле нас истощают. есть ловушки. Пожалуйста, благослови нас с мудростью Твоей, чтобы распознавать эти ловушки. Господи, чтобы нам понимать, что второстепенное, и, Господи, обновляй нас эту информацию. Когда, Господи, начинается тревога, чтобы мы понимали, что в Твоих руках, а что не в наших. Господи, благослови нас радостью принятия того, на чём лежит наша ответственность. И, Господи, если кто-то перегрузил себя, подари ему эту возможность говорить «нет», разделять, и пусть Твоё благословение, Господи, будет в том самом круге близости, в котором мы с Тобой распространяться с живым влиянием на самых близких нам людей, которых Ты нам доверил. Чтобы, Господи, когда Ты придёшь, уже мы с Тобой лично увидимся, мы могли это сказать. Вот мы и вот наши близкие. Господи, а те близкие, которые уже подальше, уже подросли, уже у них свои близкие, строят свою жизнь, Господи. Ты знаешь, Ты для этого нам подарил возраст и ещё большее количество минут, чтобы стоять перед Тобой за них в молитве. Стоять, Господи, и не опускать наши ни руки, ни сердца, потому что Ты наш любящий Творец. Господи, Ты знаешь, наши цели, Ты знаешь, может быть, некоторые из них смешные в Твоих глазах, но это наши цели, поэтому да будет воля Твоя. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу и благодарность Тебе за великую перспективу вечности. Слава Тебе за вечную жизнь Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Продолжение следует...